Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... А ведь это ключевой показатель эффективности интернет-бизнеса. Давайте разберемся. За месяц на ваш сайт пришло 10 тысяч посетителей. 100 из них совершило покупку. Конверсия сайта равна 1%. А у вашего конкурента из тех же 10 тысяч покупку совершило 200 человек. Конверсия 2%. Это значит, что его бизнес работает в два раза эффективнее вашего. Улучшать можно только то, что измеряешь и контролируешь. В новой версии 1S Bittrex управления сайтом мы даем ответ на вопрос, какова конверсия всего сайта, а также разделяем ее по каналам. Платная реклама, SEO-трафик, рассылки, мобильный трафик и многое другое. Также в вашем распоряжении встроены инструменты АВ-тестирования. Теперь вы легко можете проверить, какой вариант страницы работает эффективнее. Не нужно программировать, не нужно настраивать. Тестируйте, вносите изменения на сайт и наслаждайтесь результатом. Считайте конверсию и зарабатывайте больше с платформой 1S Bittrex управления сайтом. В нашем продукте есть целый блок, в котором есть целый набор инструментов, для того, чтобы вы могли контролировать, смотреть, отслеживать и, конечно же, повышать конверсию вашего сайта. В административной части раздела есть целый блок маркетинг, в котором есть различные показатели. И первым из них является пульс конверсии, который показывает вам текущее состояние вашего сайта, то есть текущую конверсию. На нашей картинке мы видим, что конверсия у нас прекрасная, она находится в зоне отлично, но конверсия может находиться и в какой-то из другой зон этого градусника. Ниже мы видим, что можно посмотреть график изменения конверсии за какой-то период. То есть вы можете выбрать и посмотреть конверсию за месяц, полгода или, например, даже год, для того, чтобы увидеть, повышается она стабильно или, наоборот, идет на уменьшение. Конверсия считается в реальном режиме времени, и вы можете на вот этом графике как раз увидеть, она у вас падает или повышается в зависимости от дня недели, месяца и так далее. Конверсию можно показывать не только в виде общей конверсии вашего сайта, но и смотреть ее в разрезе каждого канала. Что такое отдельные каналы вашей конверсии? Это рассылки, это SEO-методы, которые вы делаете для сайта, это какая-то реклама контекстная, которую вы даете в интернете. И вы можете по каждому из каналов отслеживать, насколько эффективен каждый из каналов и принимать какие-то решения для увеличения конверсии по каждому из каналов. То есть пульс конверсии, он позволяет вам отслеживать динамику конверсии сайта в режиме реального времени, посмотреть конверсию сайта по каким-то каналам и, конечно, для различных типов устройств. Фактически платформа дает вам все инструменты для вашего бизнеса, чтобы вы могли отслеживать, все ли хорошо у вас на сайте и применять какие-то методы для увеличения этой конверсии. А дальше мы хотели бы поговорить уже о методах, которые дадут вам возможность увеличить эту конверсию. Да, мы ее считаем, но что же делать, чтобы ее увеличить? В этом же разделе, в разделе маркетинга, есть такой элемент, как называется бизнес-модель вашего интернет-магазина. На картинке как раз представлен стандартный магазин, у нас есть рекламный бюджет в виде 100 тысяч рублей, у нас есть средняя цена за переход из вашего контекстных объявлений, это около 5 рублей. Мы делаем и генерируем со 100 тысяч 20 тысяч переходов ваш магазин, считаем, что это месячные переходы. Наша конверсия в данном магазине составляет 0,5%. Средний чек нашего магазина – это около 1,5 тысяч рублей. Мы можем переключиться в систему прогнозирования, нажав соответствующий переключатель и попробовать поиграть с этим калькулятором. Вот наш магазин в данный момент генерирует определенную прибыль. Предположим, что если залить в этот магазин, в эту рекламу 200 тысяч рублей, то доход, соответственно, мы считаем, что увеличится в два раза. Да, это красивая картинка, действительно доход увеличится, все бы как бы хорошо, но в жизни так не бывает. При увеличении рекламного бюджета фактически вы начинаете выедать какие-то ключевые слова, и, соответственно, следующие ключевые слова, они начинают либо быть дороже, либо эти слова менее эффективны и так далее. Начинает расти цена клика, и мы увидим уже, что вроде мы увеличили рекламный бюджет, должно быть все хорошо, прибыль должна расти, но увеличился средняя цена за клик, и все, наш магазин уже убыточный. Что же можно сделать, чтобы увеличить нашу прибыльность? Давайте посмотрим, если мы увеличим конверсию на 0,1%. Всего 0,1%, и наш интернет-магазин опять в прибыли. А что будет, если мы увеличим конверсию на более интересные величины? Мы в первом графике показывали среднюю величину конверсии для магазина – 2,4%. По нашей статистике, в среднем магазины генерируют хороший процент конверсии между 2,5 и 4. 4 – это очень такой недостижимый предел, это какой-то очень такой узкий рынок, на котором работает этот магазин и только этот магазин. В среднем конверсия около 2,5%. И что мы видим? 2,4% конверсии у нас уже 783 тысячи дохода с той же суммы клиентов, с тех же клиентов при бюджете в 200 тысяч. Но у нас есть еще один показатель, на который мы можем влиять – это средний чек. Мы можем добавлять какие-то дополнительные товары, предлагать дополнительные услуги. Это то, о чем говорил Сергей на развивающихся рынках, вернее на рынках, которые уже достигли своего как бы плато. Мы можем увеличивать средний чек, увеличивать доходность нашего магазина. Предположим, мы с 1,5 тысяч смогли поднять средний чек магазина до 2,5 тысяч рублей, и мы видим, что ваша сумма доходов вашего магазина уже почти 1,5 миллиона рублей на том же количестве клиентов. Данный калькулятор есть внутри продукта, вы сможете поиграться с ним, посмотреть, насколько ваш магазин рентабельный или не рентабельный. Вы можете добавлять свои цифры, то есть каждую цифру можно проставлять самостоятельно и посмотреть, насколько эффективно будет развиваться ваш магазин, если вы будете какие-то изменения в нем проводить. Соответственно, после этих изменений, после этих цифр можно попытаться эти изменения уже воплотить в жизнь. Следующий большой блок, который также важен для того, чтобы привлекать и удерживать своих клиентов – это бигдата персонализация. Здесь мы приводим небольшое описание, которое дано в Википедии, вообще что такое бигдата, но у нас существует и свое определение. Почему мы поставили бигдату второй? Мы уже сказали, что бигдата – это инструмент, который как раз даст возможность увеличить вам конверсию. Во втором докладе как раз докладчик сказал, что вы должны попытаться вашим клиентам дать какой-то персонализированный контент. Он в примере говорил о музыке, что когда контент узко специализированный для данного клиента, он больше времени проводит на вашем сайте, он смотрит именно то, что вы хотели показать на вашем сайте. Соответственно, что такое для нас сервис бигдата? Это сервис, который в реальном режиме времени обрабатывает огромные массивы информации и предоставляет клиенту именно то, что он хотел увидеть у вас на сайте. Бигдата пользуется популярностью. У нас есть немного статистики. Во-первых, бигдата, конечно, бесплатна для всех клиентов 1S Bittrex. Она входит в состав сайтов на платформе 1S Bittrex и дает рост продаж до 30%. И есть немного цифр, что больше 100 сайтов и интернет-магазинов сегодня уже используют бигдату. И 24 миллиона рекомендаций выдается в среднем в месяц. Для нас это самая важная, наверное, компетенция. Бигдата сейчас у всех на слуху, все пытаются в ней сделать какое-то развитие. Для нас это важнейшая компетенция, которую мы развиваем. Мы выпускаем постоянно различные элементы, инструменты для бигдаты. Давайте разберем эти инструменты. Вообще бигдата стартанула в нашем продукте полтора года назад. И вот первый инструмент, который мы разберем на следующем слайде, это как раз первый инструмент, который мы выпустили в начале этой идеи и этой реализации. Это колоративная фильтрация. Что под ней подразумевается? Клиент заходит на ваш сайт, смотрит последовательно телефон, смотрит последовательно чехол для этого телефона и зарядку для автомобиля. Соответственно, мы сможем предположить, что следующий клиент, зайдя на сайт и посмотрев этот телефон, тоже захочет посмотреть чехол и посмотреть зарядку для этого телефона. То есть собирается некая группа тех клиентов, которые действуют по одной модели. Система запоминает эту модель, классифицирует этих клиентов, создает из них специальную группу и пытается предложить им те товары, которые, может быть, клиент захочет приобрести. Персонализация в интернет-торговле. Как вообще установить персонализацию, начать пользоваться бигдатой? Для начала необходимо обновить свой сайт. Бигдата работает с сайтов с версии 15.0 и выше, то есть 15.0 – это минимальное. Конечно, необходимо установить сам виджет, компонент, и мы рекомендуем определенные страницы. Это главная страница, список товаров, детальная корзина и оформление заказа. Самой большой проблемой увеличения использования бигдаты как раз было то, что установить этот модуль было достаточно сложно. Необходимо было задействовать разработчиков, делать новый дизайн, встраивать этот компонент внутрь вашего сайта. И через некоторое время мы выпустим обновленный компонент, который будет использовать бигдату в рамках обычного компонента. У вас уже используются компоненты списка товаров, у вас используются компоненты детальной карточки товара, и мы сделаем так, что в стандартных компонентах можно будет подмешивать выдачу персональных рекомендаций. Мы показываем вам детальную карточку товара. Вот так она выглядит в новом нашем интернет-магазине. Это наше стандартное топовое решение, типовое, которое поставляется вместе с продуктом. И внутри есть блок персонализации, который сразу же показывается на детальной карточке товара. Бигдату можно посмотреть и в административном интерфейсе Мы видим заказы, которые поступили по бигдате Мы видим те товары, которые клиент купил по рекомендациям Соответственно, мы видим, на какую сумму продаж Произошло увеличение ваших продаж за счет рекомендаций от бигдаты Соответственно, вы сможете следить за эффективностью И понять, интересно ли бигдата для вашего бизнеса Требуется ли ее применение Остается вам только ее попробовать Еще один инструмент, где мы используем бигдату Это рассылки и триггеры Вообще, чем отличаются персонализированные рассылки от обычных? Когда вы делаете просто рассылку всем клиентам Это не персонализировано без бигдаты Рассылки с бигдатой отправляются только заинтересованным в этой рассылке клиентам То есть мы формируем определенный сегмент клиентов Которым интересна именно эта тема И рассылки распределяются именно по этим клиентам И существует три сценария персонализированных рассылок Фактически, это был второй шаг в бигдате Который был выпущен в прошлом релизе В позапрошлом релизе Который мы анонсировали Это бигдата внутри рассылок Что можно сделать с помощью использования бигдаты? Вы можете сегментировать ваш каталог новинок товара Сегментировать ваших клиентов И когда поступает новинка в ваш каталог Система может просмотреть к ваших клиентам Которые уже сегментированы по определенным каким-то критериям И может сказать, что вот этому клиенту из этих новинок Могут понравиться вот эти именно товары И каждый клиент получит фактически только те товары Которые его могут заинтересовать Тем самым вы сможете увеличить Тот непресловутый конверсионный режим Второй сценарий Это сопутствующие товары Это вот как было показано в примере Вы продаете телефон И хотите сделать допродажу каких-то аксессуаров Каких-то услуг, которые может предоставить ваш магазин Система также проанализирует, что покупал клиент Посмотрит, будут ли ему интересны какие-то товары из вашего списка Которые вы можете предложить ему докомплектовать К этому товару, который он купил И они будут разосланы только тем клиентам Которые будут заинтересованы в этих товарах И третий сценарий Это складские остатки У всех бывает такая ситуация Когда на складе остается какой-то товар Который не распродается Его пытаются распродать различными акциями, скидками Но не факт, что вы этими акциями достучитесь До определенных клиентов Которые работают с вашим магазином Вы можете запустить третий сценарий Когда система сама проанализирует всех ваших клиентов И отправит эти товары, от которых нужно избавиться Именно тем клиентам Которые теоретически могут их заинтересовать Соответственно вы быстрее избавитесь от этих товаров Не будете запускать по ним никакие специальные дополнительные акции Их можно будет даже в принципе попытаться продать Без каких-то там гиперскидок Отличный инструмент, который конечно же нужно использовать Для того, чтобы удивлять своих клиентов Повышать свою конверсию Используйте BigData Любите своих клиентов Ну и дальнейшее развитие BigData Это новый инструмент, который вышел буквально недавно Это облака интересов Это когда мы пытаемся BigData подстроить под конкретный интерес клиента Какие проблемы были в процессе реализации первых двух инструментов? Мы выяснили, что для новых пользователей не всегда возможно дать какую-то конкретную рекомендацию Мы не знаем, чем интересовался пользователь Соответственно все новые клиенты, которые никогда не обращались в ваш магазин Не смогут получить никакую персональную рекомендацию Да, используя свою базу У вас большой магазин, у вас большая база клиентов Вы сможете им рекомендовать Они делали у вас уже покупки Сможете рекомендовать какие-то конкретные товары Которые их могут заинтересовать Но если у вас появляются новые клиенты Которые не делали у вас покупки пока в вашем интернет-магазине Вы не сможете ничего им рекомендовать Такая же проблема происходит и у небольших сайтов У них нет пока большой базы они только начали работать в интернет-бизнесе, соответственно, они не могут посмотреть и не могут воспользоваться этими инструментами. Но и есть сайты с уникальным контентом. Мы как раз будем дальше сейчас демонстрировать пример как раз на сайте, у которого контент уникальный. То есть он нигде не повторяется, он не может повториться, потому что это уникально сделанный контент. По такие сайты попадают различные сайты, которые делают ручную работу товара. Это сайты одежды. Очень часто одежда выпускается какими-то определенными тиражами, сезонами, и она называется именно для этого сезона в определенном виде. Соответственно, никогда ранее ее нигде не покупали, ее не предлагали клиентам, и очень сложно строить какие-то рекомендации. Схематично вообще как работает это облако интересов? Клиент заходит на сайт, смотрит какие-то определенные интересные ему вещи, например, у нас тут яхта, Евро-2016, смартфоны, миньоны. Причем он заходит на сайт не вашего интернет-магазина, он ходит по интернету. Как сказала Екатерина в статистике, у нас больше 100 тысяч интернет-магазинов, на которых стоит сервис Big Data, которые отдают нам информацию о клиенте. То есть мы собираем информацию со 100 тысяч сайтов, более 100 тысяч сайтов, и мы знаем, чем интересуются клиенты. И вот это облако интересов формируется как раз на основании его путешествия по различным сайтам. Это не только сайт интернет-магазинов, это могут быть контентные новостные проекты, это могут быть сайты каких-то организаций, служб, на которые заходил клиент. Ну и соответственно, благодаря этому, когда клиент приходит на другой сайт, совсем с другим контентом, но там есть какие-то пересечения с тем, что он уже смотрел на том другом сайте, то формируется как раз таки вот это вот облако, которое пересекается и с первым, и со вторым сайтом, и дает, собственно, именно в первую очередь самые подходящие клиенту товары, то есть то, что он уже где-то смотрел. Давай попробуем сделать демонстрацию вживую. Переключите нас, пожалуйста, ребят. Как раз вот открыт сайт, Екатерина сейчас немножко проскролирует его, и мы увидим, какую рекомендацию дали на входе клиентам. Вот это персональные рекомендации. Екатерина первый раз зашла на сайт. Рекомендации система, конечно, попыталась сформировать для этого клиента, но обычно эта рекомендация основывается на вашем топе. Она основывается на наиболее продаваемых товарах, потому что клиент новый, мы не знаем этого клиента, ничего не можем о нему сказать, и рекомендации сделаны очень приблизительно. Давайте посмотрим, что произойдет, если применять новую систему рекомендаций. Мы заходим инкогнито, чтобы не было того, что клиент неизвестен, мы зашли инкогнито. Екатерина заходит, вернее, не Екатерина, предположим, что ее муж заходит на сайт Мерседеса, чтобы посмотреть Мерседес. Он посмотрел на машину, все хорошо, прекрасно, она ему нравится, он ее хочет приобрести. Затем предположим, что, например, я сама захожу и смотрю костюм принцессы, например, для какого-то новогоднего вечера для ребенка. Или ребенок на вашем компьютере заходит и смотрит какие-то игрушки или какие-то сумку для себя Вот он ищет сумочку для поездки вашей на отдых Он смотрит сумочку с определенным рисунком, ему нравится этот мультфильм, он его любит смотреть И он зашел его посмотреть Есть у нас здесь еще в закладках, например, если кто-то зашел и посмотрел рюкзаки со смешариками И затем непосредственно мы возвращаемся к сайту, где мы были изначально Сайт с тортиками Все, мы зашли на сайт, теперь рекомендация уже не персональная И что мы видим? Выдача изменилась Нам показывают торт в виде Мерседеса, нам показывают наших смешариков Нам показывают торт в виде самолета и нам показывают торт с русалочкой Ариэль То есть мы закрыли все четыре интереса, которые проявляли клиенты с этого компьютера То есть мама смотрела одно, папа смотрел другое, ребенок смотрел третье А теперь они идут выбирать тортик для своего ребенка И что они видят? Они видят всю информацию, которая есть на сайте Тем самым вы отложили в мозгах этих клиентов, что папа может заказать Мерседес Ну хотя бы в виде торта, в виде настоящей машины, у него пока с деньгами туго Мама может посмотреть, а не платье, а ребенку, раз нравится ребенку этот мультик Может дать им тортик в виде смешариков Ну и ребенок видит свой самолетик, в котором он видел сумочку и может заказать торт с этой сумочкой Тем самым мы удовлетворили клиента и приблизили продажу, увеличили конверсию, приблизили продажу к более 100% Переключите нас обратно, пожалуйста, на презентацию Это был видеоролик, мы предполагали, что вдруг будут проблемы с интернетом, на всякий случай записали Итак, бигдата, облако интересов Строит облако интересов пользователя в режиме реального времени Что мы увидели? Екатерина заходила, некоторые сайты даже не успевали прогружаться А мы уже получали информацию о интересе пользователя То есть мы формировали интерес пользователя в реальном режиме времени Строит облако предположений сайта в режиме реального времени Находит наиболее релевантные предложения для конкретного клиента на конкретном вашем интернет-магазине И компоненты персонализации по умолчанию уже используют новую логику Если вы поставили уже компонент на свой сайт, вы можете переключить его в такой режим и использовать этот режим уже на вашем сайте. Тем самым вы увеличиваете конверсию. Да, и, конечно, все это для клиентов один из битрикс, это работает бесплатно. И у нас есть небольшой ролик про нашу Big Data. Конкуренция среди интернет-магазинов обостряется с каждым днем. Выигрывает тот, кто умеет лучше конвертировать своих посетителей в заказы. Возьмем обычный интернет-магазин. С тысячи посетителей вы получаете выручку 1 миллион рублей. Но с такого же трафика можно получить на 10-30% больше, если сделать интернет-магазин персональным для покупателя. Мы разработали облачный сервис персонализации Bittrex Big Data, который является частью платформы 1SBittrex. Сервис анализирует посетителей, зашедших на ваш сайт, их интересы, покупки, сходство с другими покупателями. При этом сохраняя полную анонимность данных. Работает индивидуально для каждого сайта. Универсальный компонент персонализации может быть легко размещен на главной странице вашего интернет-магазина, в списке товаров, в детальной карточке товара, в корзине и на странице оформления заказа. Персональные рекомендации также будут доступны вашим менеджерам по продажам при обзвоне покупателей, что позволит увеличить средний чек и выглядеть в глазах покупателей более компетентными. В дальнейшем рекомендации могут быть использованы для персонализированных рассылок вашим клиентам. Сервис Bittrex Big Data – один из лидеров по охвату интернет-магазинов. Является составной частью платформы 1SBittrex. Битрикс Big Data – конвертируйте в продажи лучших конкурентов. Пытайтесь быть лучше ваших конкурентов, старайтесь опережать ваших конкурентов, которые, например, не разбираются в современных областях, не посещают конференции, соответственно, вы сможете их победить такими методами, современными методами. Да, ну, собственно, у нас все. Спасибо за внимание. Спасибо. Спасибо.